Эпоха электрической мобильности для общественного транспорта начинается со скандала. Крупные города Германии приостанавливают эксплуатацию электробусов. Первым запрет вели власти Штутгарда, где подзарядка Мерседеса и Цитара через мачту пантографа спровоцировала грандиозный пожар. Огнём оказалось уничтожено здание депо, а также 25 единиц техники, включая раритетные автобусы О-307 и О-322. Двое сотрудников автобусного парка серьезно отравились угарным газом, но, к счастью, выжили. А чтобы окончательно потушить возгорание, пришлось привлечь больше 200 человек и потратить несколько дней. В Штутгарде, Мюнхене и Дюссельдорфе аккумуляторные машины также перестали выходить на маршруты. В Ганновере введены усиленные меры безопасности, так как недавно огонь уничтожил здесь сразу семь городских лайнеров. К слову, у мэрии Дюссельдорфа свои мотивы остановить эксплуатацию электрического транспорта. В этом городе весной сгорели 38 машин. Причина происшествия неизвестна, но сотрудники парка считают виновником пожара именно электрички. Для справки, в Москве сейчас работают 800 электробусов. Из соцсетей мы знаем, что в последнее время горели три батарейных КАМАЗа. Но пока инциденты заканчивались относительно благополучно, так что техника продолжает эксплуатироваться. Между тем, оценить плюсы и минусы электробусов решил Белгород. Там вскоре начнется тестовая эксплуатация аккумуляторного КАМАЗа. Близнец московских электробусов будет подзаряжаться через мачту Пантограф, для чего на базе местной транспортной компании уже смонтирована зарядная станция. Эксперимент продлится ровно три месяца. За это время будет собрана информация об эффективности машины. Так что вопрос поставок пока открыт. Сам КАМАЗ сейчас вовсю готовит новое поколение электробусов. По собственной информации телеканала Автоплюс, новинку представят публике и перевозчикам буквально через несколько месяцев. Весной или летом 2022 года. Это будет большой, низкопольный городской автобус, изначально спроектированный как батарейная машина. Такой подход обеспечит оптимальное расположение аккумуляторов и электрохозяйства. Нынешние электробусы представляют собой конверсию дизельных версий, а потому имеют несколько серьезных минусов. Это недостаточная жесткость кузовов, избыточная масса и наличие дизельного отопителя. В новом поколении электрический КАМАЗ будет избавлен от всех этих недостатков. Редактор субтитров А.Семкин